Всем привет! Сегодня готовим французский яблочный пирог. Еще его называют невидимка. Почему невидимка? Потому что тесто в нем совершенно не видно. Я бы даже сказала, что он больше напоминает яблочный десерт. Такое впечатление, что вы кушаете яблоки в заварном креме. Но как бы вы его не назвали, в любом случае пирог получается нежный, вкусный, полезный и очень простой в приготовлении. Оставайтесь со мной и сами во всем убедитесь. Поехали! Все продукты заранее достаньте из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. В чашу миксера помещаем яйца и щепотку соли. Начинаем взбивать. Взбиваем до тех пор, пока яйца не посветлеют. А затем поочередно добавляем все оставшиеся ингредиенты. Ванильный сахар, сахар. Кстати, сахара я даю очень мало, всего 50 грамм. А вы смотрите по своему вкусу, а также по сладости яблок. Если яблочки кисло-сладкие, тогда стоит добавить немножко больше сахара. Далее вливаем молоко, растопленное сливочное масло. Оно добавит приятный сливочный аромат. Муку вводим частями постепенно. И цедру одного лимона. Разрыхлитель добавим в самом конце, после того, как подготовим яблоки. Тесто должно быть вот такой консистенции. Яблоки мы предварительно очистили от кожуры и семечек, а теперь натрем на вот такой вот терке. Если нет терки, можно воспользоваться ножом. Но так получается гораздо быстрее. Следующие действия я предпочитаю делать вручную. Поэтому одену перчатки. Перекладываем яблочки в емкость и поливаем их соком одного лимона. Во-первых, для того, чтобы они не потемнели. А во-вторых, лимон придаст кислинку нашему пирогу. Аккуратно вымешиваем наши яблочки, чтобы сок лимона попал на каждый кусочек. И отставляем в сторону на несколько минут. Добавляем в тесто разрыхлитель и перемешиваем лопаткой. Сюда же выкладываем яблоки и перемешиваем. Конечно, можно с помощью лопатки, но я предпочитаю руками. Таким образом, я стараюсь не повредить пластинки яблок, а также, чтобы каждая пластинка соприкоснулась с тестом. Хоть в рецепте это и не предусмотрено, но я не удержалась и добавила немножко корицы. Но никак у меня не сочетается выпечка из яблок без аромата корицы. Теперь перекладываем все в форму, которую я подготовила заранее. Дно и бока формы я устелила пергаментом и дополнительно обернула форму фольгой. Так как тесто очень жидкое, если вдруг оно протечет, то фольга подстрахует. Стараемся выкладывать плотно, не оставляя зазоров. Пирог отправляем в духовку, разогретую до 170 градусов на 90 минут. Смотрите, конечно, по своей духовке. Готовый пирог должен полностью остыть в форме. Только после этого мы его извлекаем. Можно посыпать сахарной пудрой, а при подаче полить карамелью и получится райское наслаждение. Вот сами посмотрите, ну чем не произведение искусств? А где тесто? Вы его видите? Вот поэтому он и называется пирог-невидимка. Готовьте и наслаждайтесь! А также не забывайте о лайках и о красной кнопке подписаться, кто этого еще не сделал. Любви вам и позитива! Пока-пока!